Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос выдается анонимно, то есть автор аноним, но это девушка, вот, и она хочет понять, абьюзер ли с ней, или в этой ситуации не права она. В отношениях с парнем три года. Первый год был хороший. Затем с начала совместной жизни проблемы. Живем у меня первый год, даже не понимал, что он должен платить коммуналку. Ну, здесь мне кажется, что больше про некоторую инфантильность. И вообще, забегая чуть вперед, пожалуй, я бы сказал, что, на мой взгляд, мужчина больше проявляет себя именно как инфантильность, 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 нежели чем как абьюзер. Потому что абьюзерство это все-таки немножечко другое. Абьюзерство это больше про, скажем так, принижение партнера, унижение партнера, давление на партнера. Вот здесь же, в описанной вами ситуации, мужчина просто не хочет брать на себя ответственность. Он больше, как бы, преследует свои цели, да, он больше живет для себя, вот, и больше, в общем-то, следует, так скажем, своему какому-то видению, да, своему какому-то плану, вот, и, соответственно, как такового абьюзерства здесь нет, вот, на мой взгляд. Дальше, значит, так, за тему говорила пополам. Смотрите, здесь история, ну, примерно такая, да, здесь история примерно следующая. Когда мы пытаемся уговаривать кого-то, вот, то есть, ну, когда вот мы уговариваем, именно, именно, вот, уговариваем, а, ну, как-то вот, а, что-то для нас сделать, например. А, в этот момент, когда мы пытаемся уговаривать, а, мы становимся, м-м, своего рода родителем в этой ситуации по отношению к нашему партнеру. Мы становимся родителем. И здесь история, скорее, про то, что у вас, ну, наверное, немножечко различаются взгляды на жизнь, цели, приоритеты и, может быть, ну, такой вот подход к совместной жизни. То есть, у него свой опыт, у вас свой опыт и, соответственно, каждый этот опыт реализовывает и каждый этот опыт пытается как-то выразить в, ну, вот, в отношениях. Поэтому, повторюсь, что абьюзерством я бы не назвал то, о чем вы говорите. Я бы назвал это деструктивными отношениями, вот, в силу того, например, факта, что вы, например, ведете себя больше как родитель, да, и, соответственно, как бы вы здесь предъявляете некоторые требования и претензии к человеку, вот, при том, что вы выбираете несколько деструктивную форму для этого, вот, которая вызывает в ответ процесс с одной стороны, да, и с другой стороны, вы не прислушиваетесь к тому, да, что может вам мужчина дать, что не может вам мужчина дать. И, с третьей стороны, здесь важный момент в том, что между вами, вероятно, недостаточно много общего, чтобы вот к вам, ну, как бы относиться с уважением, чтобы видеть в вас личность и чтобы вы видели в мужчине тоже личность, вот, и за счет этого получается, что отношения как будто бы выстраиваются исключительно для, ну, скажем, скажем, скажем так, для построения семьи, например, или для, там, организации быта, вот. Дальше, дальше идем. С продуктами то же самое, причем, когда я прощу деньги после магазина, лично вижу недовольное лицо, что все дорого, и опять трат. А, а, здесь сама, вот, постановка вопроса, вопроса, сама постановка вопроса относительно того, что вы, как бы, просите деньги. А, ну, вот. после магазина, да, она, наверное, является несколько деструктивной, не в смысле того, что вы не должны просить денег, а в смысле того, что как-то здесь вот, ну, дело доходит до того, что вы эти самые деньги прожить у мужчин, вот. То есть, это вопрос, наверное, в большей степени ваших коммуникаций с мужчиной, и того, как организована коммуникация, вот. ну, в принципе, ну, в принципе, ну, в принципе, как организована коммуникация с, ну, с человеком. У вас, между вами, как эта самая коммуникация образовывалась, вот, как она строилась, и так далее. То есть, это больше, вот, мне кажется, про этот аспект, потому что, ну, важно, чтобы в целом, коммуникация была, ну, такой, чтобы устраивала обе стороны, вот. В данном случае, я бы сказал, что совершенно очевидно, да, вот, что коммуникация, как бы, обе стороны, ну, очевидно, не устраивает. И, на мой взгляд, как бы, ну, мужчине не нравится, как это делаете вы, вам не нравится, как коммуницирует с вами мужчина, и, соответственно, здесь, мне кажется, все-таки больше вопрос именно про коммуникацию, про то, что вот как-то так вышло, как-то так вышло, что вы должны просить деньги, там, условно говоря, за продукты. Вот. Да, здесь есть, конечно же, свое отдельный аспект в том, что вы живете, как вы сказали, у вас. И тут нужно особенно уделить внимание вот тому, как получилось, что вы живете у вас. Не в том смысле, что вы не должны так делать, делать. А в том смысле, скорее, как вы к этому пришли. То есть, было ли это ваше предложение, или ты хотел это мужчина делать, вот. Договаривались ли вы изначально о том, вот кто за что платит, и так далее. Обсуждали ли вы это? Потому что на самом деле в паре очень много вещей, которые нужно обсуждать, но которые люди не обсуждают. Кто-то считает, что ну и так все понятно, вот кто-то считает, что об этом говорить неловко, а кто-то считает, что ну вот партнер там, грубо говоря, должен, да. И на мой взгляд, ни одна из этих точек зрения не является конструктивной. То есть словно говоря, необходимо договариваться, потому что ну два взрослых человека, вот, и одно дело, когда эти два взрослых человека ну как бы просто встречаются находясь в конфетно-букетном периоде и совсем другое дело, когда эти люди живут. Вот. И многих проблем можно было избежать, если бы изначально люди бы договаривались. То есть просто договаривались, кто что делает, кто за что ответственный, да, вот. Или, или, или обсуждали бы это, вот, ну, допустим, каждую проблему, которая возникает, да, чтобы люди ее обсуждали. То есть вы обсуждали, вот, что, там, допустим, вот, как вы написали, да, про коммуналку, вот, что коммуналка это, в принципе, ну, очень важный момент, да, коммуналка. Да, вот. И, это нужно обсуждать, об этом нужно говорить, вот, нужно договариваться с этим, то есть, какие взгляды у тебя на, на плаву коммунальной квартиры, как считаешь, ты, вот, ну, что должно быть, вот, как считаю я, и так далее. То есть, в деле, должно происходить так. Но, хочу обратить ваше внимание на следующее, что, данный аспект, такого рода, такого рода коммуникации возникает не на ровном месте. Такого рода коммуникация возникает тогда, когда у людей есть основа. Основа коммуникации в других вещах. Это может быть и коммуникация по поводу деятельности. Это может быть коммуникация по поводу любви, романтики. Это может быть коммуникация по поводу совместных переживаний. То есть, например, какого-то совместного, допустим, ну, там, не знаю, стресса или совместного впечатления. Вот. То есть, это вопрос того, насколько крепка между вами связь. И если, да, нужно сказать, что связь между людьми, она крепнет не в зависимости от того, сколько времени люди вместе провели, а в зависимости от того, с какими вызовами люди вот в своей жизни столкнулись. Вот. И здесь выделяется именно вот общее впечатление, сильное впечатление, как позитивные, так и негативные. Вот. Стоит только разница, что негативные впечатления, по крайней мере, так считается, делают связь между людьми более крепче. Совместный стресс, совместное горе, совместное преодоление чего-то делает людей ближе друг к другу, чем, например, допустим, совместное переживание радости или совместное переживание чего-то еще. Вот. Но на втором месте после этого стоит совместная деятельность. Дальше. Вечно видим недовольное лицо, что все дорого опять трат. Да? Ну, смотрите. Значит, что здесь имеется в виду, говоря о недовольном лице. Да? то есть ну вот что здесь имеется в виду. Здесь имеется в виду, что мужчина негативно реагирует на вот как бы вашу такую вот просьбу в деньгах. И соответственно он мужчина здесь с чем-то сталкивается, с чем-то для него неприятно. Да? Например, это может быть чувство его несостоятельности. но и вы тоже в этой ситуации с чем-то сталкиваетесь. И важно понимать, что каждый из вас здесь с чем-то сталкивается. Мужчина о своих чувствах вам не говорить. Вы ему о своих чувствах по крайней мере исходя из вашего текста также не говорите. Вот. И получается в этой ситуации что вы разговариваете только очень-очень поверхностно, но о довольно серьезных вещах. Вот. мужчина воспринимает вашу просьбу вот как желание там ну не знаю за счет него да что-то получить и так далее и так далее и так далее вот. Но он не воспринимает эту просьбу вашу как скажем продолжение вашей личности. И вот это вот наверное здесь в этой ситуации самое неприятное. Вот. дальше. В кафе раз в пять метод ухаживания максимум поднести чай непутешествуем и с подругами тоже не дает не доверять. А вот недоверие 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 и соответственно контроль соответственно какие-то ограничения да выставляемые ну молодым человеком вам конечно же больше походит на абьюзерство. Но дело в том что ревнивый партнер именно вот ревнивый партнер да все еще не абьюзер. Ревнивый партнер это партнер тревожный. Ревнивый партнер это партнер неуверенный в себе. Ревнивый партнер это партнер ну в первую очередь наверное имеющий какой-то определенный негативный опыт отношений где его там грубо говоря предавали где его грубо говоря обманывали где ему грубо говоря изменялись да вот это с одной стороны это нужно принимать С другой стороны, недоверие, это ваша, собственно, такая вот недостаточно сильная позиция, когда то, чего я хочу, я готова променять на то, чего хочет, как бы, ну, мой партнер. То есть вы говорите, что он там с подругами не дает, вам никто не может чего-то дать или чего-то не дать. Вы взрослый человек, вы свободный человек, вы можете делать все, что хотите. И ограничения у вас, скорее всего, начались не в начале отношений, а где-то уже там, ну, где-то вот в их середине. Да, если мы берем тот временной промежуток, который вы вместе. Да, бывают ситуации, когда ограничения начинаются сразу. Но здесь, в силу того, что люди еще недостаточно знакомы, это делается важнее. И если человек относится к этому невнимательно, если человек, ну, там, склонен этим пренебрегать, вот, очень быстро попасть, очень легко быстро попасть под контроль. Вот, то есть еще раз повторю, контроль, это не абьюзерство, хотя внешне может быть, это похоже. Вот, контроль, это желание ревнивого партнера себя защитить. Вот, то есть, как вы понимаете, многие действия связаны с абьюзерством, да, с ревнивым партнером, и даже с нацистом, то есть, когда вот, ну, партнер-нацист, они схожи, но именно субъективная сторона, то есть, сторона, собственно, человека, делает различными реальности, в которых живут люди, вот, понимаете? Я бы сказал, что сам факт того, что вы задаете этот вопрос, говорит о том, что вы себе не доверяете. Понимаете, в чем штука? А если вы не доверяете себе, то, конечно, вы не можете построить доверительные отношения со своим партнером. Вот. Доверительные отношения со своим партнером, это не когда я пытаюсь опереться на него, на своего партнера. Доверительные отношения, это когда я знаю, чего я хочу, я знаю, кто я, я знаю свои приоритеты, я знаю свою позицию, и активно, конструктивно об этом говорю. Вот, на мой взгляд, в таком ключе строятся доверительные отношения. В этом случае можно говорить и о том, что в такой среде ревнивый партнер может, ну, вот, как-то вот, ну, поменяться, да, как-то вот, может, он, он начать по-другому смотреть на вещи и так далее. Дальше. Да, и по поводу ухаживаний, здесь, эм, ситуация, э, такова, что, э, это вопрос, ну, вот, скорее ваших ожиданий, да? То есть, это не вопрос, э, того, э, как бы, что должен делать человек, а это вопрос ваших ожиданий, что у вас вот есть определенные ожидания, э, вот, что вы ждете какого-то отношения к себе, э, со стороны мужчины, и вы имеете, конечно, на это право, но вопрос в том, выбираете ли вы, э, партнера, который вам реально может это дать, или вы выбираете партнера, который вам это дать не может, и, соответственно, требуете от него, в данном случае, совершенно невозможного, получая при этом вот какую-то, э, выгоду свою, вот, э, какую-то свою выгоду, э, э, ну, вот, в общем-то, при этом, да, отношения сами по себе, как бы, ну, не строятся, не выстраиваются, э, дальше, значит, так, э, не путешествуем, так, при указании на что-то дороже, мне говорят, что я американцы, американцы, э, э, потому что, скорее всего, вы не умеете просить, и опять же, вопрос заключается в том, у кого вы просите, э, э, значит, э, даже нет общих интересов, кроме полежать вечером из-за его усталости, э, к сожалению, аноним отсутствие общих интересов не связано с его усталостью, а отсутствие общих интересов связано с тем, что отсутствует общий интересов, извините за тавтологию, то есть, э, отсутствие, э, ну, отсутствие общих интересов, да, э, связано именно с тем, что у вас их нет, а не с тем, что у него усталость, и если у вас мало общих интересов, то вас связывает, получается, что? только комфорт, только какие-то вот потребности и все, а личностного взаимодействия между вами, я повторюсь, нет. И вот это является довольно серьезной, как мне кажется, проблемой. Дальше. Э, все объясняет тем, что нет денег, все уходит на строительство своего дома, но ведь это его дом, э, мы не женаты, и ничего с этого дома я не получу, если буду жертвовать, э, своими интересными принципами, живя не свою жизнь, а в итоге он уйдет. Почему он должен обязательно уйти, это уже больше про ваши страхи, это уже больше про вашу, вашу тревогу, про вашу неуверенность в себе, это первое. Второе, может быть, вы и правы на все дома, но, э, э, как бы, человек живет в, э, реальности, в которой он живет, да, у него есть определенные приоритеты, и, соответственно, он эти приоритеты расставляет, да, вот, э, ну, нравится вам это или нет, нравится вам это или нет, он это делает. И, как-то вот, опять же, здесь вопрос про договорённость. Э, я, я считаю, что живя у меня, когда я готовлю каждый день, убираю и покупаю, а он не делает ничего кроме своего дома, но, якобы, для нас, то он обязан хотя бы инстраты по быту брать на себя. Считаю, что при отличной зарплате можно сейчас денег выделить на девочку, если покупать в кино, и кафе делает её счастливой. Э, это всё правда. Вопрос в том, соответствующий ли мужчина, это первое. И второе, это то, что, как-то вот, девушка-то здесь, получается, несчастлива, если её в кафе и в кино не сводили. То есть, вы их, как-бы, ответственность за своё счастье прикладываете на другого человека. Отношение – не то место, где люди становятся счастливее. Отношение – это то место, где люди могут дать что-то другому человеку, и за счёт этого стать, может быть, счастливее. Но ваше счастье – это ваше счастье, и ваша ответственность. Поэтому, когда вы говорите, что, если я буду жертвовать своими интересными принципами, живя не свою жизнь, а в итоге он уйдёт. У меня к вам вопрос. А не воспринимаете ли вы отношения, как инвестиции? Вот вы вкладываетесь, вот вы собой, как-бы, жертвуете, да, и вам в итоге что-то дадут. Нет. Отношения строятся не так. Дальше. Первый год трасс было больше, но он считал, что это обтягивает срок готовности дома, и говорит – терпи, мол, всё будет, когда доделаю. Это ещё один-два года до момента минимальной готовности, а по факту обустраивать дом можно всю жизнь, нам по 30. Это правда. И вам нужно за себя ответить, хотите ли вы жить вот в такой реальности. Моя идея жить у меня – но создаться жизнью медленно, строить дом вдвоём в браке ему не нравится, так и квартира его без. Опять же, это его выбор. Это его выбор, это его приоритеты. Он такой человек. Но у меня есть ощущение, что вы ко всему этому как-то вот не можете выработать своё отношение. И почему вы говорите прямо сейчас? Я пока не понимаю, почему он столько живяне делает предложение. Любые попытки обговорить будущее и воспринимать пыльчиво, но тебе нужно всё сразу, а пока дома не будет – не будет ничего. Смотрите, здесь вы хотите, чтобы на вас женились. С точки зрения психологии, это связано с вашей тревожностью, неуверенностью в себе и желанием себя защитить, обезопасить. С точки зрения психологии. Конечно, 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 конечно. У вас может быть, как бы, право, у вас может быть право, на то, чтобы стать женой. Но вы за это платите определённую цену. Во-первых, если у человека на первом месте семейный статус, семья, то в этом смысле человек расплачивается недостаточным, личностным взаимодействием, отсутствием интересов, узостью коммуникаций, наличием запретных тем, которые вроде как разрушают семью, да, и, в общем-то, определённой жертвенностью. И кого-то это устраивает, кто-то в этом чувствует себя хорошо. Вам нужно задать себе вопрос, хотите ли вы этого. Да? Дальше. Я не знаю, изменится ли его отношение моего мужчины ко мне, когда будут деньги и готов к дому. Может, он просто эгоист. В эгоизме нет ничего плохого. Понимаете, эгоизм – это когда человек любит себя и когда делает что-то для себя. Здесь можно говорить об эгоцентризме. То есть, когда я ставлю себя выше других, да? Вот. И в этом смысле я думаю, что отношение мужчины к вам изменится или не изменится, не так важно, как важно то, как вы относитесь к тому, что происходит прямо сейчас. Знаете, если вам что-то неприятно, а вы это терпите, и другой человек обязательно это заметит, что вы это терпите, что даже если отношение мужчины к вам изменится, даже если это произойдет, он будет знать, что вы можете терпеть то, что вам не нравится. Это большой соблазн этим воспользоваться. Большой, огромнейший соблазн воспользоваться тем, что партнера можно как-то вот прогибать под себя. И дело здесь не в том, уже хороший человек ваш, мужчина или нет, а дело здесь в том, что вы сами учите его, как к вам относиться. И сейчас вы учите его, как к вам относиться так, что вы, ну, можете потерпеть, что вы, ну, вот, можно вас покормить завтраком. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы учите партнера тому, что, ну, что вас интересуют подарки, что вы прямо требуете что-то для себя. Вот. Причем это, ну, вот, выглядит не как то, что вы чего-то хотите, а это выглядит как то, что вы таким образом хотите, чтобы, ну, вот, вам доказали, что вы там дороги, что готовы в вас вкладываться, потому что вкладываетесь вы. И какая здесь проблема? Проблема здесь в том, что вы вкладываетесь так, как вам кажется правильным для построения отношений. Но вы не внимательны к себе, вы не внимательны к своим чувствам. И отсюда получается, что то, что вы делаете для мужчины, ну, получается как бы, как будто башь на башь. Человек это чувствует и реагирует в общем и целом негативно. Нравится нам, вам это или нет? Потому что не чувствует искренность. Искренность не чувствует. Вот. Вот как-то, как-то так. Если вы измените свою коммуникацию, если вы измените свой подход, если вы, что называется, поучитесь, вот, натурально поучитесь у мужчины. Так скажем, относитесь к себе корректно. Вот. Если вы, если вы, если вы прямо вот, поучитесь у него этому, то, ситуацию, в принципе, можно исправить. Если вы будете обращать внимание, да, на то общее между вами, что может быть, у вас, опять же, то, я думаю, у вас есть все шансы для того, чтобы выстраивать, вот такие отношения, которые вам хочется. Я не думаю, что, что в вашей ситуации это, вот знаете, слишком сложно. Я так не думаю. Я думаю, что, в вашей ситуации это, ну, вполне реально. Но для этого, чтобы это стало, ну, чтобы это стало возможным, да, вам нужно изменить, ну, вам нужно изменить, вот, в какой-то степени свой подход. Вот. Вот. Лучше, разобраться в себе, в себе. Вот. Ну, по возможности, понятное дело. Лучше разобраться в себе. Вот. Поработать со своими страхами и тревожностью. Со своей позицией определить то, что вы чувствуете к человеку, на самом деле. Вот. Лучше. Потому что, не знаю, заметили вы или нет, но про любовь вы здесь совершенно не говорите. И тогда уже, я думаю, решение о том, как действовать дальше, придет само собой. Но для вас его никто не, эээ, не примет. По поводу того, какие вопросы, эээ, нужно ему осуществить правильно, я бы сказал, что, было бы здорово, если бы вы говорили, эээ, не столько о вопросах, сколько о эээ, своем состоянии. То есть, какая я, когда он, вот, ну, делает то или иное. Какая я, когда, ну, как бы, не знаю, прошу у него денег, к примеру. Какая я, когда он меня не водит в ресторан и так далее. То есть, больше про свое состояние, больше про свое состояние, про то, какой вы себя чувствуете. Вот. И смотреть, эээ, смотреть на реакцию мужчины. Вот, какая она будет. Ну, первоначально это будет неловко скорее, первоначально это будет напряженность, первоначально это будет некая настороженность. А дальше уже можно будет смотреть. Вот. Ну, и, вот, эээ, то, что вы свои желания облекаете в претензию, это тоже необходимо корректировать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...